В этом видео мы поговорим про бесплатный аддон к блендеру, который позволяет простить работу с hard-surface или твердотельными объектами в блендере. Аддон этот называется FastCurve и ссылку на него я оставлю в описании. Давайте посмотрим на что этот аддон способен. Прежде всего поставим в сцену несколько объектов, чтобы нам было на чем пробовать. Давайте поставим в сцену например кубик, поставим сцену конус, поставим сцену цилиндр и вот на этом на всем будем пробовать. Цилиндр сделаем чуть поменьше также как и конус, чтобы у нас пересечение объектов интересные получались. Перейдем снова на режим Solid. Как выглядит меню аддона? Вот в панели T мы можем посмотреть как оно выглядит. Вот его вкладка этого аддона FastCurve. У нас есть здесь раздел Booleans и раздел Selected Objects. Разберем их отдельно. Первый раздел это Booleans. Он соответственно позволяет производить сами булевые операции, а также вот в этом окошке мы можем выбрать цель, то есть целевой объект, с которым мы хотим производить операции. Например, мы хотим произвести операцию вычитания, то есть например, вычесть объект вот этот вот конуса из объекта куба. Для этого нам нужно сначала выбрать тот объект, которым мы будем вырезать. Затем мы вот из этого меню либо выбираем тот объект, который нам нужен целевой, то есть вот этот куб, либо можно просто нажать на пипетку здесь и выбрать его прямо из сцены. Когда мы это все проделываем, то у нас становятся активными четыре кнопки с различными операциями. Это разница вычитания объекта друг из друга, союз, разрезание по границе, либо пересечение этих объектов. Давайте попробуем произвести операцию разницы. Для этого нам нужно нажать клавишу Difference. При этом у нас тот объект, который был выбран в качестве резалки, он становится в виде сетки. Это можно настроить вот здесь, в следующем разделе Selected Objects, в пункте Draw Type. Он сейчас стоит на Wire. В принципе, мы можем его поставить на любой нужный тип, но в варианте Wire или сетка он выглядит лучше всего и помогает увидеть, как у нас пройдет операция. Если мы сейчас начнем этот объект перемещать, мы будем сразу видеть, как у нас один объект вырежется из другого и фактический результат этой операции мы видим в прямом эфире. Когда нас все вот это вот устраивает, нам нужно нажать клавишу вот эту вот Apply Boolean. Если мы ее нажимаем, то булевые операции применяются и теперь мы можем удалить тот объект, который мы резали в данном случае, с помощью XDelete. И вот он результат нашей проделанной операции. Что мы можем сделать дальше? Теперь мы можем выбрать вот этот образовавшийся у нас объект и сделать для него Bevel. По тем ребрам, которые у нас образовались в результате пересечения с объектом конуса. Вручную это было бы делать, конечно, достаточно сложно, особенно если у нас сложные формы друг из друга вырезаются, но этот аддон позволит нам сделать это быстро и легко. Для этого нажимаем клавишу в разделе Selected Objects, которая называется Bevel Object. Что при этом происходит? При этом у нас автоматически к этому объекту добавляется модификатор Bevel или фаска в режиме Weight. Что это значит? Это значит, что у нас подвергаются фаски только те ребра, которые в режиме редактирования имеют вес единицы именно для модификатора Bevel. То есть перейдем в режим редактирования и если мы перейдем на работу с ребрами, то увидим, что некоторые ребра отмечены синим цветом. Это как раз те ребра, которые будут подвергаться воздействию вот этого модификатора. Как вы видите, они отметились автоматически. Если нам нужно какое-то ребро добавить, чтобы на него также действовал модификатор Bevel, выбираем его и нажимаем Ctrl-E и здесь у нас есть опция Edge Bevel Weight. В нижней горизонтальной панели появляются цифры. Если мы поставим любое значение от 0 до 1, то у нас соответствующий вес для этого ребра проставится. Если, например, мы его на единице подтвердим и снова выйдем на объектный режим, то мы, я не знаю, увидим на экране или не увидим, но мне вот тут видно небольшой такой вот артефакт, в данном случае в этом месте. То есть на это ребро также действует модификатор Bevel. Если нам нужно снять воздействие этого модификатора с определенного ребра, точно так же выбираем ребро, нажимаем Ctrl-E и в Edge Bevel Weight вводим вручную цифры минус 1. То есть мы как бы вычитаем из единицы не единицу и получаем снова 0. То есть на это ребро модификатор Bevel не действует. Плюс, что еще добавляет этот аддон, кроме модификатора Bevel? Он также переключает этот объект в режим нормалей Auto Smooth. То есть добавляет автоматическое сглаживание этого объекта и выставляет угол в 60 градусов. И все это позволяет получить достаточно неплохо выглядящий после булевых операций объект, на котором достаточно, опять же, неплохо для булевых операций смотрятся Bevel. Сейчас, так как Bevel достаточно большой, то все еще видно некоторые артефакты, но если мы будем вот в этом вот разделе Bevel Weight уменьшать вот это значение, то все меньше и меньше эти артефакты будут видны. И по идее нам здесь достаточно будет небольшого Bevel. Это будет видно при освещении, да, и вот эти ребра они будут ловить свет и это будет выглядеть хорошо, то есть как будто этот объект от Bevel. Точно так же можно сколько угодно операций производить дополнительно с вот этим объектом. Если мы, например, вычтем сейчас часть цилиндра вот этого вот, выбираем цилиндр, затем выбираем куб и также выбираем разницу и подтверждаем операцию, то теперь удалив цилиндр вот что у нас выходит. Но вот на этих ребрах Bevel пока что нет. Поэтому что нужно сделать? Нужно выбрать вот этот объект и еще раз нажать Bevel Object. При этом величина Bevel слетает, поэтому если мы откинем операцию назад и подведем курсор к вот этому окошку, то мы можем нажать Ctrl-C и скопировать значение вот это. Теперь нажимаем Bevel Object. У нас все, все ребра приобретают фаску и теперь также подведя курсор вот к этой панельке и нажав Ctrl-V, мы сможем выставить то значение, которое стояло до этого. Как вы видите, мы получили достаточно хороший Bevel и в данной области. Вот так можно производить большое количество дополнительных операций. У нас также есть возможность автоматически применять булевую операцию, не нажимая вот эту клавишу. То есть, например, у нас есть какой-то объект, с помощью которого мы хотим вырезать. Опять же, давайте попробуем цилиндр. Вот у нас есть объект и у нас есть целевой объект, из которого мы будем его вырезать. Если мы сейчас проставим вот эту галочку Apply Immediately и нажмем клавишу Difference, то у нас уже булевая операция произошла. То есть, если мы убираем сейчас цилиндр, то мы видим, что у нас уже выемка образовалась. То есть, у нас операция применяется сразу же. Если мы уже выставили объект в нужное место и нам не надо дополнительно подтверждать, мы можем делать и вот так, минуя промежуточный этап, когда мы двигаем вот этот объект. То есть, можно вот так вот это делать. Точно так же, для того, чтобы установить такой же булл, как у нас стоит на всех остальных ребрах, выбираем вот этот вот объект, копируем значение и нажимаем Bevel Object. И затем вставляем скопированное значение и получаем булл, в том числе на нашей новой выемке. Еще одна клавиша Selected и Starget, сейчас она не активна, она позволяет просто выбранный объект назначить в качестве цели. То есть, если у нас будет в сцене еще какой-то объект и мы его выделим, то вот эта клавиша становится активной. Если мы ее нажмем, то у нас, как вы видите, в окошке цель сразу же отображается этот объект. То есть, еще один такой способ выбрать нужный нам объект. Давайте произведем еще одну операцию. Здесь вырежем кубик из вот этой вот фигуры. Нажмем Difference. И так как у нас стоит галочка на Apply Immediately, то операция сразу же произвелась. Давайте ее временно снимем. Сейчас, опять же, скопируем значение, нажмем Bevel Object и вставим это значение. И на этой выемке также у нас встали Bevel. И какие еще тут есть опции? У нас есть опция очистить жесткие грани и грани с Bevel. То есть, если мы нажмем эту клавишу, то фактически что у нас происходит? У нас сбрасывается модификатор и у нас отключается Auto Smooth. То есть, это обратная операция. Вот это операция Bevel Object. Если мы хотим снова получить Bevel, то нажимаем Bevel Object и опять наше значение, которое у нас все еще в эфире обмена содержится, мы его можем сюда скопировать. Следующая кнопка, которая у нас здесь есть, это отцентрировать центр объекта и одержкалить. Она делает как раз то, что она и описывает. Если у нас объект находится где-то далеко, ну на расстоянии от центра сцены и мы нажмем вот эту клавишу отцентровать и одержкалить, то у нас центр объекта переносится в центр нашего мира и автоматически к объекту добавляется модификатор Mirror, то есть он зеркалится. Давайте вернем все на место, отменим модификатор Mirror, перенесем центральную точку к нашему объекту. Для этого origin поставим к центру массы, допустим. И рассмотрим последние шесть кнопок, которые есть в этом андоне. Эти шесть клавиш позволяют одержкалить объект относительно его собственного центра. Поэтому я вернула центральную точку объекта из центра сцены к нашему объекту, чтобы все операции у нас осуществлялись вокруг вот этого центра. Итак, что они позволяют сделать? Они позволяют одзеркалить, как я уже сказала, объект относительно вот этой центральной точки. У нас здесь есть соответственно обозначение осей x, y, z и направление осей. Каждая кнопка обозначает с какого направления на какое мы будем зеркалить. Например, первая же клавиша ings "-x", означает что мы будем зеркалить с отрицательного направления оси Х. Отрицательное направление оси Х – это то направление, куда не показывает стрелка, то есть обратная этой стрелки нашей оси. То есть мы будем вот с этой части зеркалить с отрицательный на положительную. И у нас вот эта деталь должна будет повториться здесь. Если мы нажмем клавишу, мы увидим, что так и произошло. То есть с отрицательной перенесли на положительную. Если мы нажмем клавишу X, то наоборот, с положительного направления оси X у нас перенесутся детали на отрицательную. Нажимаем, у нас повторяется вот эта часть, которая была в стороне положительной оси X. Точно так же со всеми остальными осями. Минус Y переносит отсюда сюда детали, то есть с отрицательного на положительное по Y. А Y переносит наоборот, отсюда сюда. То есть у нас здесь сейчас будет квадратик. Нажимаем, появляется квадратик. И точно так же по оси Z с отрицательного на положительное, это минус Z. Как мы видим, так как у нас нет детали на нижней части, то образовался просто кубик. Либо Z, это с положительного на отрицательное. Нажимаем и у нас появляется вот такая вот зеркальная деталька. То есть в принципе нам не обязательно повторять какие-то операции, если у нас объект зеркальный. На обеих сторонах там что-то высчитывать. У андона есть возможность это сделать автоматически. То есть нам достаточно сделать только одну половину. Вот такой вот маленький и достаточно полезный, на мой взгляд, аддончик, который позволяет быстро и легко производить вот такие вот операции и делать бэвл получившимся у нас выемком в объекте и так далее. И это все, кстати говоря, достаточно хорошо смотрится и при свете. Если мы сейчас поставим, например, солнце в сцену и назначим какой-то материал этому объекту. Если мы поставим принципал шейдер, назначим, например, металл достаточно такой вот малоотражающий, то мы увидим, что даже вот в таком вот виде, сейчас мы сделаем посветлее сцену, а металл наоборот сделаем чуть потемнее. Мы видим, что достаточно это хорошо смотрится. И на ребрах, там где у нас должны быть бэвллы, у нас эти бэвллы видны прекрасно. В том числе они видны здесь в выемках. И вообще эта деталька достаточно неплохо смотрится. И мы можем какие-то дизайны вот таким образом продумывать. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание.